Вы когда-нибудь хотели научиться быстро считать? В данном видео я покажу, как работает метод Трахтенберга. Этот метод сильно отличается от других методов устного счета как по своим возможностям, так и по красоте своей логики. При таком счете мы будем получать за раз одну цифру из числа в ответе, постепенно собирая все число. Начнем с простого примера. Двузначные числа. 39 умножим на 67. Запишем число в столбик. Первая цифра ответа будет получена простым перемножением последних цифр. Двух чисел. В нашем случае это 9 и 7. Все таблицы умножения помнят. Правильно, 7 и 9, 63. 3 пишем, 6 в уме. Тройка, которую мы только что записали. Есть последняя цифра этого числа. Да, ответ получается задом наперед. Получим вторую цифру ответа, считая с конца. Для этого перемножим числа крест-накрест и сложим. 9 умножить на 6 плюс 3 умножить на 7 плюс 6 из памяти. Итого 54 плюс 21 плюс 6 равно 81. 1 пишем, 8 в уме. Как видите, постепенно у нас формируется в ответ. Мы уже знаем последние две цифры ответа, 13. Продолжаем. Осталось перемножить первые две цифры и сложить их с тем, что в уме. То есть с восьмеркой. Получаем, 3 умножить на 6 плюс 8 равно 26. Мы только что получили сразу две цифры ответа, которые приписаны перед тем, что у нас уже есть. То есть перед 13. Таким образом, 39 умножить на 67 получится 2613. Попробуем усложнить задачу и перемножим трехзначные числа в уме. Например, 356 и 782. Так же, как и в прошлый раз, запишем столбик. Но для удобства рисования последовательности действий запишем цифры каждого числа с пробелами. Начинается все, как и в прошлый раз. 6 умножить на 2 равно 12. 2 пишем, 1 в уме. Дальше крест-накрест перемножаем в пару 56 и 82. Получаем 5 умножить на 2 плюс 6 умножить на 8 плюс 1. И с памяти равно 59. В итоге записываем 9 слева от двойки с предыдущего шага алгоритма. Опять в уме. Вот теперь самое сложное. Рисуем что-то в виде буквы G. Получаются пара цифр. Перемножим по парной и сложим результаты. А так же не забудем добавить 5 из памяти. 3 умножить на 2 плюс 6 умножить на 7 плюс 5 умножить на 8 плюс 5. Равно 6 плюс 42 плюс 40 плюс 5 равно 93. 3 дописываем к ответу. 9 в уме. Фух. Самое сложное позади. Дальше запоминать нужно уже меньше. Теперь будем перемножать крест-накрест левые пары цифр в наших числах. Смотрите. 3 умножить на 8 плюс 5 умножить на 7 плюс 9, которое было в уме. Получается 24 плюс 35 плюс 9 равно 68. 8 пишем 6 уме. Остался один шаг. Умножим первые цифры. 3 умножить на 7 равно 21. Добавим 6 исправить и получится 27. Все. Ответ 278 392. Мы только что перемножили трехзначные числа. Круто. Тот же алгоритм применимый для четырехзначных и пятизначных и шестизначных. Насколько хватит вам памяти при перемножении средней снежинки. Да, назовем ее так. Можно перемножить и числа, содержащие разное количество знаков. Алгоритм похожий. Подсказкой о правильном порядке будет симметрия снежинок. Очень красивый метод. Как вы думаете? Пишите в комментариях. При должной тренировке можно начать удивлять себя и своих друзей быстрым счетом. Это может пригодиться еще и в жизни. Представьте, зашли вы в магазин, и пока ваш знакомый доставал телефон и искал там калькулятор, вы уже все посчитали и дали правильный ответ о стоимости товара. Довольно полезный навык, не правда ли? Устный счет полезен школьникам, которые усиленно готовятся к экзаменам. Это может сэкономить время. Очевидно, что для любого метода устного счета нужна память. Но данный метод делает возможным перемножение достаточно больших чисел. Чисел, перемножить которые в столбик в уме, практически невозможно. Напишите в комментариях, какие числа вам удалось перемножить в уме этим методом. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok